Друзья, всем привет! Сегодня попробую сделать хумус. Я надеюсь, вы все слышали про хумус, если знаете, что такое хумус. Сегодня попробую сделать сам. Для этого, что я взял? Я взял, да, кстати, сразу расскажу, что ингредиент, количество всех этих ингредиентов, я перечислю быстренько, что мне нужно, а количество, пожалуйста, читайте под этим клипом в описании. Итак, что нам понадобится? Замоченный заранее нут. Замачивать его хотя бы за 6 часов до приготовления, до процесса приготовления. У меня замачивался часов 12 уже вот такой замоченный нут. У меня здесь приблизительно 4 стакана этого нута. Кроме того, нам понадобится тахини, сесами тахини. Кроме того, нам понадобится сок лимона, нам понадобится чеснок, нам понадобится небольшая луковица, небольшая луковица вот такая вот. У меня я взял красный лук, можете взять любой лук, одну луковицу. Одна среднего размера морковка. Кроме того, нам понадобится сельдерей, перчик в горошинах, лавровый лист, соль, столовая сода, оливковое масло, гранатовый сироп, паприка средней крепости и свежая петрушка. Итак, нарезаем морковку на несколько крупных частей. Также поступаем с луком и сельдереем. Засыпаем отмоченную нут в скороварку. Заливаем водой, так чтобы вода покрыла наш нут. Вложим в скороварку лук, лавровый лист, перец, чеснок, соль, морковку, сельдерей и соду. Я поставил свою скороварку на 30 минут, но надо сказать, друзья, что это было немножко многовато. Нут превратился почти в кашу. Я думаю, 20-25 минут было бы достаточно. Пока нут варится, нарезаем мелкий чеснок. Наливаем в сковородку где-то 50 мл масла и жарим наш чесночок. Следующий этап. Немного остывший нут после варки. Засыпаем в наш миксер, подливаем немножко жидкости, той жидкости, в которой варился наш нут. И начинаем перемалывать нут до состояния однородной кашицы. После этого мы вводим наше масло с поджаренным чесноком. Заливаем все это лимоном, половинкой лимона. Высыпаем перчик и наш тахини. И продолжаем все перемалывать. Надо сказать, друзья, что многое зависит от миксера. Миксер должен быть высокооборотистый и мощный. Итак, через некоторое время мы открываем наш миксер. Пробуем на вкус, что у нас получилось. И при необходимости мы можем добавить ингредиенты, которых не хватало. Ну и вот, все готово. Мы теперь наш получившийся хумус перекладываем в посуду. Шинкуем зелень. И украшаем хумус сверху гранатовым сиропом, перчиком и нашей зеленью. Друзья, ну и вот, окончательный продукт. Как вы видите, выглядит очень даже аппетитно. И на вкус, поверьте, он очень вкусный. Пробуйте, дерзайте. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!